Диманов 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 Ну что ж, вот и пришла очередь посмотреть на олимпийского чемпиона Илья Ильина. Почти все, кто здесь в группе сильнейших находятся, в предыдущие годы были чемпионами мира среди юниоров. Так, Илья Ильин побеждал дважды в 2005-2006 годах. Затем он приехал в 2006 году на чемпионат мира в Санто-Доминго, уже взрослый чемпионат мира. И феноменально удивил всех, отыграл всех, собравшись с большим отрывом. Потом была победа на азиатских играх с результатами 171 и 226. Ну а затем была победа на Олимпиаде в Афинах 180 и 226. Очень и очень неплохо в этой весовой категории, если не сказать иначе. А вот и Александр Иванов. Первая попытка. И четкий, идеальный подход Александра Иванова на штанге весом 178 килограммов. В прошлом году на взрослом чемпионате мира в Анталии Иванов удивил своей четкостью выступлений, размеренностью. Во многом напоминаем Алексея Петрова, олимпийского чемпиона предыдущих лет, кстати, в этой же весовой категории. Третья попытка уже у Андрея Диманова. Продолжение следует... А вот 178 килограммов в исполнении Андрея Диманова. Это первый раз на международных соревнованиях. Кстати, в этом году он наступал на универсиаде и выбрал Андрея Диманова. 177 килограммов. То есть очень и очень близко. Он всегда ходил там на 176 мегакратно на чемпионатах мира, на чемпионатах его предыдущих лет. Но всегда неудачно. Когда-то, кстати, у него был результат 176 килограммов в рывке на чемпионате Европы в 2006 году во Владиславово. В поиском городке, где тогда проходило это первенство. И тогда 176 и 217 принесло Андрею Диманову бронзовую, серебряную награду чемпионата Европы. Ну что ж, сейчас уже Андрей Диманов рывок закончил. 178. Он проигрывает сейчас Александру Иванову. Потому что по собственному весу он чуть тяжелее, а Иванов имеет точно такой же этот первым подходом. Мы же наблюдаем за иранцем. И Саид Мухаммад Фуро в свои 18 лет фиксирует 179. 180 будет начинать Артем Иванов, серебряный призер прошлого чемпионата, которого тогда Александр Иванов обыграл. И вторая попытка у чемпиона мира среди юниоров Ауримаса Дитсболиса образца 2010 года. Три попытки есть у Артема Иванова, который тоже когда-то побеждал на юниорских чемпионатах мира в 2007 году. Кстати, участвовал на Олимпиаде в Пекине. Занял там 11 место, но с тех пор его результаты значительно выросли. Был вторым на чемпионате Европы в Минске, был вторым на чемпионате мира в Анталии в прошлом году. Тотом 185 и 217. Но если раньше рывок был его коронкой, то сейчас толкать он собирается начинать 210 килограммов. Серьезная заявка 181 килограмм. Такими темпами мы приблизимся и к мировым рекордам. В рывке Кахахиашвили, который, кстати, здесь, в Париже, представляющий грузинскую федерацию, зафиксировал 188 килограммов. Рекорд, который держится уже больше 10 лет точно. А вот Илья Ильин зафиксировал 181. Александр Иванов собирается идти на 183 второй попыткой. Иранец собирается идти на 181. Перенесет ли выше или нет? Иранец на помосте, видите, 181 килограмм. Действительно самый молодой в этой группе сильнейших. Ему 18 лет. И после вчерашнего юниора иранца он вдвойне опасен. Очень четко, кстати, на три подхода отрабатывает Мохаммад Пур. И это тоже отличительная особенность этого поколения иранских атлетов. Видите, обнимает его Хосейн Резаде. Александр Иванов, представляющий Краснодарский край и Ставропольский край одновременно. Воспитанник ЦСКА. Вон там слева его тренер Александр Дмитриевич Кауров. Красиво. 183 килограмма. Вторая попытка. После этого подхода Александр Иванов выходит на первое место. Есть еще два подхода у Артема Иванова. И очень скоро мировой рекорд 188. По одному подходу у олимпийского чемпиона из Казахстана. И один подход имеет кореец. Видите, далеко уже не уходит Александр Иванов. 186, видите, для третьей попытки заказал Александр Иванов своим тренерским штабом. 185 пойдет Артем Иванов. Илья Ильин выходит на 184. Подход трудный. И ему его не считают. Видите, два красных фонаря. Не знаю, может быть, жюри как-нибудь вмешается в этой ситуации. Честно говоря, посмотрели заметный повтор, абсолютно непонятно, почему не посчитали этот подход у Илья. Ну, может быть, вот правый его локоть играл, может быть, но это такое уж понятное возмущение в зале. На самом деле, этот подход, ну, я бы сказал, практически безупречный. А вот вторая попытка Артема Иванова. Ой, какой непростой спор. Сейчас предстоит вести и Ильину, и Александру Иванову с представителем Украины. Особенно с учетом вот этого незачтенного подхода Илья Ильина. Давайте посмотрим, кто члены жюри в этой весовой категории. Финн, австриец и аргентинец. Это непосредственно А. Финн, представитель жюри. Австриец, аргентинец. Александр Курлович из Белоруссии. Малазиец и Александр Пуцов из Украины. А вот рефери из Таиланда, из Греции и из Японии. Тем временем у Артема Иванова возникают проблемы на второй попытке. 186 килограммов. И к этому же весу сейчас идет Александр Иванов. У Артема будет потом еще один подход в запасе. Стоять, стоять! Ну как вам три подхода подряд Александра Иванова, а? Любо-дорого посмотреть. 178, 183 и 186. Идеально без сбоев. Без... Даже кажется, что это очень легко для Александра Иванова. И что он вполне может быть еще больше. А при том, что, извините меня, два килограмма вперед и уже мировой рекорд в Кахиашвили. Что ответит Артем Иванов? Александр Иванов вышел в лидеры. Есть еще один подход у корейца Ким. Но сначала украинец. Зафиксировал 186 килограммов и Артем Иванов. Он тяжелее Александра, так что в любом случае Александр остается номером один. Продолжение следует...